Здравствуйте! В эфире КРТВ. Новости в студии Анастасии Вставьева. Эта фраза в 2016 году прозвучала больше 500 раз. Было отснято почти 800 сюжетов разной тематики. И сегодня вновь покажем те, что имели большое социальное значение или показались нам интересными и особенными. Наш рейтинг начнем с самого красивого репортажа по версии 2016, вышедшего в эфир в программе новости. На мой взгляд, гедониста глаз радовался больше всего от репортажа о картине Серова, которая была привезена в усадьбу Архангельская. Прелесть этого сюжета не только в том, что он результат прекрасного операторского мастерства, Сыграла роль и обстановка русского Версаля, но и высота полета кисти русского гения. Граф Сумароков Эльстон, он же князь Юсупов, наконец дома. Переоценить возвращение этого портрета в родные пенаты кажется невозможно. Это страховщики оценили сокровища из русского музея в 97 миллионов рублей. Для истинных любителей, да что там всех, кто знает творчество Серова, оно просто бесценно. Сегодня утром специальный фургон в сопровождении вооруженной охраны прибыл из Санкт-Петербурга и был портрет установлен в этом зале. Он установлен в вестибюле парадного дворца. Портрет точно в том месте, где 113 лет назад, облокотившись на гипсовую скульптуру Дога, стоял сам 16-летний Феликс, позируя гению реалистичной живописи. Серов искренне считал эту картину удачной. Он был вдохновлен подмосковным имением, где, начиная с Екатерины II, гостили все русские императоры. Надо сказать, что Серов не был вот таким вот, как бы, постоянным посетителем Архангельского, гостем. Его пригласила Зинаида Николаевна и довольно долго уговаривала, чтобы он согласился писать семейные портреты. Потому что у Серову были свои подходы к портретам для аристократов. Выполняя заказ княжеской семьи, впрочем, не без удовольствия, Валентин Серов со свойственной ему проницательностью уловил главные черты характера юноши. Серов был точнейшим портретистом-психологом. И на этом полотне, как и на большинстве, написал не просто человека, но его нутро. Серов – подлинный физиономист. Как никто, схватывал он характер. «Отрок на портрете передо мной был горд, тщеславен и бессердечен. Стало быть, смерть брата не изменила меня. Все те же себялюбивые мечтания. И так мерзок я стал самому себе, что чуть было с собой не покончил. И то сказать родителей пожалел». На холсте кисти Серово Феликс юный, гриф аристократичен и свеж. Участие в политических интригах, в том же убийстве Распутина, еще впереди. Младший князь с начала 1900-х годов, когда создавалось полотно, легкий, как кисейная барышня, и падки на веселые авантюры. Задорный, как его любимый мопс-клоун. «Восемнадцать лет клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем. Он был как уличный парижский мальчишка. Любил пофронтить и принимал важный вид перед фотографами. Обожал конфеты и шампанское. Когда пьянел, становился уморительным». Привезя в усадьбу архангельская картину Серово, музейщики, конечно, поддались современной моде выставлять одно-два произведения из классики. Чтобы каждый мог заново посмотреть на великое произведение искусства, открыть его снова. Но было бы совсем хорошо, если бы все семейство Юсуповых вновь собралось однажды в своем родовом имении. Планы такие есть, говорят в музее. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марья Анна Бустрова, КРТВ. Телезрители часто звонят в нашу редакцию с просьбой осветить тот или иной вопрос, помочь в решении проблемы. Это очень лестно для нас, журналистов, значит, нам доверяют. Не всегда после съемки дело сдвигается с мертвой точки. В конце концов, СМИ не убирают снег и не зажигают фонари на темной улице в буквальном смысле. Но иной раз приезд съемочной группы служит катализатором реакции коммунальщиков, чиновников и специальных служб. Так случилось, что в домах на улице Ткацкой фабрики с года в год после профилактического летнего отключения горячей воды обратно ее не включали. Вопрос не решался годами. И только после визита нашей съемочной группы, после запроса комментариев и публичных заявлений ответственных лиц, проблема была закрыта. С 4 июля в домах на улицах Ткацкой фабрики и Благовещенская горячую воду отключили по плану профилактики. Но так и не включили. Ни спустя две недели, ни спустя месяц. Только в прошлом году нам вовремя дали. А так с 8-го года обязательно идут проблемы. И когда отключают воду на профилактику в июле, весь поселок находится в нервном состоянии. Дадут воду – не дадут. Вот сколько я живу на фабрике, 50 лет уже с лишним, такого напряжения, как вы сейчас жители в каком напряжении поселка находятся, мы никогда не жили. Вроде бы, вроде бы, наш поселок относится к городу. Город Красногорск. Но посмотрите, мы живем хуже, чем в деревне. С тазиками, с кастрюлечками, в ванночку, в которой повернуться негде, поливаемся. Это благо жара была, ну где ты на улице поплескаешься. Невозможно, дело идет к холодам. Вот течет вода, она холодная совсем. Сушилка холодная. То есть вещи высушить невозможно, не умыться просто, вот только ледяная вода идет. Ну а как вы стремитесь, мы справимся? Ну, стоят ведра на кухне, греем воду. Просто этот весь пар идет, пошел грибок, отклеиваются обои. Каждый вечер нужно нагреть, чтобы вымыть троих детей, нагреть два огромных ведра воды. Вот так справляемся. Но это вот мы молодые. А как старики справляются с лежачими инвалидами, я не представляю. Греть воду для многодетной семьи – то еще развлечение. Однако мама Александра справляется. Ребенок в одной руке, ведро в другой. И так каждый день все лето. При этом большинство жильцов маленького микрорайона платят коммуналку исправно. Тем, кто без счетчиков, каждый месяц приходит счет в 1300 рублей за подогрев воды, говорят в Новонекольском. Но, похоже, закипело пока только терпение самих красногорцев. Писали президенту на сайт Владимиру Владимировичу, что такие проблемы с водой. Ответ был дан, что разбирайтесь на местном уровне. Через неделю пришел ответ, что был приказ Рустамяну включить воду с 1 августа. Но, опять же, никаких движений, никто ничего не включил. Сергей Рустамян – собственник зао Новонекольское, на территории которого и находится котельная. Это, собственно, и есть бывшая ткацкая фабрика. От данного теплового узла снабжаются все местные дома. Но новая, например, участь многомесячного отключения не постигла. А малые этажки, пять на улице ткацкой фабрики и одна на Благовещенской, попали под блокаду. Активисты ходили к Рустамяну, к Сергею Вагановичу на прием. Он нам сказал, что просрочены во всех домах счетчики с 2014 года. И за должность с апреля месяца ДЭС не переводит фабрики деньги. У них также расходуется газ, рабочие, им тоже надо все это оплачивать. Как сказал, хоть какой-нибудь простой счетчик поставят, воду дам, чтобы был учет. Обращения в многочисленные инстанции результата не дали, говорят жители. Даже обещание решить проблему не прозвучало. Чтобы разобраться в вопросе, наша съемочная группа обратилась за комментарием в управляющую компанию ДЭС. Там уверены, установка счетчиков не их полномочия. Мы не должны данный вопрос решать. Есть 261-й федеральный закон. В нем три пути решения вопроса. Первый из них – собственники должны из собственного кармана сброситься, провести голосование, провести собрание. Сброситься на эти мероприятия. Второй путь – выделение каких-то бюджетных средств. Третий путь – устанавливать. Это ресурсно-снабжающая организация, которая подает ресурс на данные дома. Тем не менее, УК возьмется за монтаж приборов учета для каждого дома. Деньги изысканы. Установка начнется на следующей неделе, заявили в обслуживающей организации. И ко дню знаний жителям домов в Новонекольском в ДЭЗе обещали поддать горячую воду. Я думаю, что появится, наверное, к первому сентября. Устанавливать будем дня 3-4. Процесс не быстрый и не легкий. Но это ориентировочно – 3-4 дня. Приборы учета будут либо в пятницу вечером, либо в понедельник во второй половине дня. За тот период времени, когда не было горячей воды, перерасчет обязательно будет. Впрочем, с 1 октября в утопительный период оставлять дома без отопления запрещает закон. Остается надеяться, что ждать так долго блага цивилизации в домах на улицах ткацкой фабрики не придется. Анастасия Истафьева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ. Если вы еще не верите в магию телевидения, то вот вам еще один сюжет. На автомобильном мосту, впавши на этой зимой, неделями висели огромные сосульки. Неравнодушный житель с тревогой обзвонил всей инстанции, но результата не последовало. Когда на месте появилась съемочная группа КРТВ, о чудо, подоспели и сотрудники службы, чтобы сбить нависшую угрозу. Совпадение? Не думаю, как говорится. Такой вот добродел по-красногорски. Пользуясь запрещающим сигналом светофора, рабочие спешат сбить как можно больше огромных сосулек, которые угрожающе нависли над проезжей частью. Под этим железнодорожным мостом ежедневно проезжают тысячи автомобилей, только, видимо, по счастливой случайности никто из них не пострадал. А могли бы, не окажись среди автомобилистов, Кирилла Кашевара, который, заметив свисающую опасность, в отличие от многих, не остался равнодушным. В дальнейшем последовало мое обращение в органы ГИБДД с этой проблемой. Сотрудники приняли информацию, пообещали предпринять меры. Это был у нас в понедельник. В среду, проезжая по данной местности, соответственно, сосульки находились на том же месте. Повторный звонок ГИБДД, повторное обещание о принятии мер. Дальнейший звонок в прокуратуру. С данной целью прокуратуры, соответственно, никакой реакции. Последней инстанцией, в которую обратился Кирилл, была редакция КРТВ. Оперативно вместе с сотрудником Госадомтехнадзора съемочная группа отправилась на место и, о чудо, работа по ликвидации сосулек спустя почти неделю все-таки была проделана. По приезду на объект зафиксировали тот факт, что правонарушение устраняется в виде демонтажа, так сказать, образованных наледей, возникшие вследствие нестандартной ситуации ввиду ухудшения погодных условий. Значит, в связи с этим будет проведена профилактическая беседа с компетентными лицами, отвечающие за данный объект. Также будет непосредственно взят на особый контроль в случае возникновения подобной ситуации подобного рода объекта. Несмотря на заявление рабочих, будто бы работа по ликвидации сосулек проходила в плановом режиме, хочется верить, что в положительном решении проблемы есть большая заслуга неравнодушного Кирилла, что его многочисленные обращения дошли до ответственных руководителей. А на вопрос, что же заставило его потратить свое время и заняться данным вопросом, он отвечает скромно. Угроза жизни моей, моих родственников, моих друзей, ваших, ну то есть, соответственно, всех жителей там, да, проезжающих. Максим Мельников, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ. Следующая номинация нашего рейтинга – самый долгожданный сюжет. Этого ждали, об этом просили, к этому готовились. Да, я сейчас о старте строительства новой развязки на Волоколамском шоссе. Он был дан весной 2016-го, а уже в следующем году нам обещают первый пусковой участок дороги. Сроки не корректируются, так что ждем. Скажу только, что это будет один из самых амбициозных проектов в Подмосковье. На стройку выделяется 12 миллиардов рублей. Для сравнения, два годовых бюджета Красногорского района. Проект согласован, техника на старте. Все готово для начала большой стройки, которую, без сомнения, ждет каждый житель города. Очень важное инженерное обнаружение. Очень надеюсь, что мы встретимся с вами здесь через два года, в 2018-м. И торжественно, также торжественно, с вашим участием откроем движение. Поехали. Два года необходимо для возведения первого пускового комплекса будущей развязки. За это время строители должны вывести все инженерные коммуникации, полностью освободить территорию, которая попадает в зону проведения работ, и выполнить строительно-монтажные работы первого этапа эстакады. Во втором комплексе мы должны будем выполнить работы по второй эстакаде, уже увеличить количество полос основного хода. И в третьем пусковом комплексе у нас стоит участок ближе к Москве с разворотной эстакадой для возможности разворота обратно в сторону области и уширения этого участка дороги до восьми полос движения. Эта развязка – один из самых масштабных проектов в области. На возведение только первого пускового комплекса потратят 8 миллиардов 700 миллионов рублей. В течение двух лет жители района, гости увидят реальные изменения, ситуацию в лучшую сторону, в общем-то, с транспортной ситуацией. Я считаю, что это очень важно. И здесь, конечно, очень много структур должны работать вместе. Администрация района, город, Главное управление дорожного хозяйства, правительство Московской области, чтобы мы могли вовремя оказать содействие строителям, и они могли, в общем-то, построить в срок и выполнить свои обязательства. Деньгами обеспечен этот объект из регионального бюджета, и, соответственно, все необходимые процедуры, экспертизы, технические мероприятия, освобождение территории также реализованы. С жителями, чьи дома попадают в зону возведения развязки, по словам главы района, уже достигнуты договоренности. Например, жильцы дома 12 по улице Почтовой, который расположен в эпицентре стройки, уже могут праздновать новоселье. Мы даже решением Совета депутатов выделили две квартиры, передали их нашему городскому поселению Красногорск, чтобы они в срочном порядке переселили. Потому что есть дети, пожилые люди, ну и вообще опасно находиться здесь. Дом признан аварийным, поэтому мы в срочном порядке их переселяем, ну, даем комфортные условия. Квартиры здесь есть, не есть, а люди жили по 36 квадратных метров, мы даем по 70 метров благоустроенной квартиры в новых домах. Чтобы стройка не усугубила и так непростую транспортную ситуацию, во время проведения работ организацию движения на том участке будут отслеживать в режиме онлайн. Все возникающие вопросы немедленно согласуют и решат по ходу. В этом губернатор и главу района заверил руководитель главного управления дорожного хозяйства. Валентина Титова, Никита Рощин, Мариана Бустрова, КРТВ. В 2016 году в Красногорском районе не только строили, но и сносили. Так на наших глазах уходит в историю старейший микрорайон, ровесник города Бруски. Для его жителей это хорошая новость, они должны получить новое современное жилье. Дома, которые некогда строили пленные немцы, уже не годятся для проживания. Именно поэтому их и расселяют. Однако уникальный вид старого Красногорска, такой внешне уютный, неповторимый, мы постараемся запомнить. О том, как сносили первые малые тажки на народного ополчения, в сюжете Максима Мельникова. Крыши, стены, перекрытия, все, что когда-то защищало жильцов дома от непогоды, превращается в груду мусора и пыли. Демон, так за разрушительную мощь строители называют этот экскаватор, с какой-то пугающей легкостью разламывает даже самые толстые балки и перекрытия. Движется медленно, работает аккуратно. В данных условиях от экскаваторщика требуется почти ювелирная точность. Сложности, конечно, есть. То, что рядом жилые дома, детский сад специализированный. И коммуникации у нас тоже сложно, то, что и подключены кабеля, провода рядом, вокруг дома получается. А также и коммуникации газовые, подсоединенные, которые были. Ну, все пока обходится нормально, потому что и техника, и люди. Ну, уже не первый раз работаем с этими домами по демонтажу. В преддверии сноса была проведена подготовительная работа. Участок вокруг здания отгородили, перекрыли улицу для пешеходов и проезда транспорта. Перед этим еще раз тщательно проверили дом на отсутствие в нем людей. Отсоединили коммуникации, газ, отопление, водопровод и электричество. Все отсоединили. Так что вот эти нюансы все убраны. Одной рабочей смены хватило, чтобы превратить бывший 10-й дом по Парковой улице в груду мусора и досок. Теперь строителям предстоит разобрать и вывести завал. На это им отведено 6 дней. В дальнейшем по проекту застройки данный участок станет частью автомобильной дороги. Улица Парковая будет расширяться. Это произойдет после того, как соседние дома покинут все жители. Сейчас еще остаются собственники жилья, не согласные с условиями переселения. Их претензии рассматриваются в судебном порядке. Всего на данной территории планируется снести 19 жилых строений. Десятый дом – второй из них. Максим Мельников, Никита Рощин, Марья Анна Быстрова, КРТВ. 2016 год – юбилейный для человечества, сделавшего шаг в космос. Он сказал «поехали» и махнул рукой. 55 лет назад Юрий Гагарин совершил свой невероятный смелый полет, который приблизил нас к прекрасному далеку. Корабль «Восток-1», на котором путешествовал Юрий Алексеевич, появился и у красногорцев. Его точную копию 12 апреля этого года разместили на аллее космонавтов. Ура, товарищи! Мы дети галактики, но самое главное – мы дети твои, дорогая земля. Всех детей галактики, а в особенности красногорцев, с днем космонавтики сегодня поздравляла целая плеяда земных звезд. На торжественное открытие второй очереди аллеи «Покорители неба» приехали Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, руководители области и, конечно, космонавты. Елена Серова – живая легенда, вторая россиянка на орбите и самая юная женщина безвоздушного пространства приехала по поручению Алексея Леонова. Сам он пропустить такое событие смог только по уважительной причине. Так получилось, что я срочно должен вылететь на космодром Восточный. Там начинается совершенно новая жизнь. И президент попросил, чтобы мы там поприсутствовали. Мы ведущие космонавты Теречкова, Валентина, я, Теречков, начальник центра. Мы должны видеть, что там есть. Через две недели на Восточном будет произведен запуск нового носителя. Это сегодня запуски на орбиту и за ее пределы обычное дело. А когда-то, всего полвека назад, случился первый полет человека в космос. Это событие не только стало прорывом в изучении прекрасного далека, но перевернуло понятие возможного и невозможного. Поехали! О том, что Юрий Гагарин был не случайным человеком для важной миссии, сегодня, 55 лет спустя, вспоминали его друзья и товарищи. Юрий Алексеевич был потрясающим, смелым, обаятельным и, безусловно, патриотом. Благодаря без преувеличения подвигу, 108-минутному полету в пугающий, тогда еще не тронутый самим человеком космос, именно наша страна стала первой в его покорении. А 12 апреля праздником для всего мира. Я только что прилетел, прервался в пленарное заседание в Думе, у нас идет. И вот по-настоящему прочувствовали, что такое День космонавтики. С утра даже Жириновский накричал на всех по-доброму. Я счастливый человек. Знаете, я дружил с Юрием Алексеевичем Гагарином. Традиции великих космонавтов живы, ответственно заявляет Елена Серова. Наша страна чуть ли не единственная, кто занимается запусками пилотируемых кораблей сегодня. Не за горами пусть затянувшиеся в отсутствие космической гонки покорение новых планет и спутников. Луна и Марс – это следующие континенты, за которые будет битва. Сейчас эти планеты активно исследуются. Ведь ресурсы на Земле, они, вы сами понимаете, имеют определенный резерв. Все, они могут закончиться. И человечеству нужно будет дальше жить и выживать. И нам придется лететь на другие планеты. Мы будем развиваться. Помимо того, что это еще и развитие нашей техники. И я хочу сказать, что, слава Богу, мы преодолели сейчас вот этот кризис. О том, что исследование космоса – это не блаш, а потребность и насущное, уже понимали и полвека назад. Именно поэтому не жалели денег на строительство и испытания кораблей. Один из них, на котором Леонов открыл форточку в безвоздушное пространство, в символическом виде украшает Красногорский бульвар космонавтов. Сегодня в музее космоса под открытым небом стало больше на один экспонат. Его сделали точной копией «Востока-1». Того самого, на котором Гагарин совершил свое путешествие в неизвестность. Песен во время полета на «Востоке-1» прозвучало, кстати, множество. Судя по стенограмме полета, первый человек в космосе спел чуть ли не все хиты того времени. Времени великих побед, больших подвигов и настоящих людей. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марьяна Бустрова, КРТВ. В Красногорске, как и полвека назад, производят технику для освоения или зонзирования космоса и земной поверхности. Городообразующее предприятие КМЗ – один из поставщиков оборудования для задач Роскосмоса. А инженеры завода по-прежнему удивляют своей мыслью. Например, в этом году с космодрома «Восточный» на орбитальные высоты поднялся оптический комплекс «Аврора». Оптические приборы производства КМЗ – не редкость на орбите планеты Земля. В частности, сегодня за скоростью 8 км в час вращаются целых три комплекса «Геатон-Л1». Понятно, что не самостоятельно, а в составе космических спутников для зондирования. Главная задача этой огромной многофункциональной линзы – следить за ситуацией в интересах отечественных ведомств. Например, Министерство сельского хозяйства и МЧС. Министерство чрезвычайных положений очень отзывается положительно. Представляете, у нас сейчас весна, затопление уже на Дальнем Востоке началось. Меры надо принимать до того, как начнется полный оврал. Значит, лето начнется, начнет гореть Сибирь сначала, а потом, не дай бог, еще и Подмосковье. Это тоже надо быстро понимать, быстро принимать меры. Основные конкурентные характеристики «Геатона» – полоса захвата снимаемой территории 40 км. При разрешении 9,1 метра. Это око высоко летит, широко глядит в буквальном смысле слова. И, конечно, количество спектральных каналов. Их здесь 8. Черно-белый снимок, но он обладает тем, что на нем максимальная резкость, так сказать, максимальное разрешение. Кроме этого, значит, три канала, так называемые, RGB, это синий, красный, зеленый, для того, чтобы формировать, можно было, цветные стенки. И это вот 4 канала, и еще, значит, 4 канала с относительно узкими спектральными диапазонами. Для Министерства образования России и также для работы в космосе на КМЗ создали и вот эту малютку. «Аврора» была сконструирована к запуску демонстрационного научного спутника АЭС-2. Он стартует 27 апреля с космодрома «Восточный». Точно такой же экземпляр «Авроры» откроют в запуске с новой российской площадки. Отгружена с красного зона в декабре месяце так. Конечно, будем волноваться, переживать и надеяться на лучшее. Последняя разработка красногорского завода – оптико-электронный комплекс «Зеркальный». Это его принципиальное отличие от геатона. Впрочем, по функциям он не уступает старшему товарищу. Меньшее количество спектральных каналов, несколько хуже разрешения, зато создается он за полгода и для научных целей очень полезен. С его помощью и будут решать задачи в сфере картографии, гидрологии, прогнозирования урожаев и еще много чего. Красногорский завод, как всегда, на высоте. Анастасия Ивстафьева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ. Снимал телеканал КРТВ в 2016 году и взрывные темы в буквальном смысле. На основе о том, что в парке найдена настоящая мина, застала на выезде в Нахабинских полях. Пришлось все бросить, чтобы узнать, что за опасная находка в самом сердце Красногорска. Монтаж мангальных домиков вдоль пруда в городском парке обернулся раскопками в духе поисковых отрядов. Подрядная организация уже установила сами конструкции и стала прокладывать от них цивилизованные дорожки. Тут и попалась под лопату настоящая мина. В процессе работ, когда проводились раскопки, сантиметров на 30-40 был скрыт грунт, траншир. Один из моих рабочих, он бригадир в данном случае, увидел вот этот мерзовавший снаряд. Отчаянные строители донесли снаряд до Зеленого театра, который оперативно оцепили сотрудники полиции и кинологи. После обследования артефакта собакой выяснилось, что внутри все еще находится взрывчатка. Несмотря на ветхость снаряда, он до сих пор представляет угрозу. Сейчас саперы приедут, ажеры заберут ее, а потом уже... А территорию будут прочесывать? Вообще надо обследовать, посмотреть. Специалисты определили находку как 55-миллиметровый минометный снаряд, чьего он производства, сложно сказать, из-за ржавчины, которая стирает любые следы. В целях безопасности была оперативно перекрыта часть Красногорского парка по одну сторону от пруда. Вместо результативных раскопок оцепили сигнальными лентами сразу же. Территория сейчас будет обследоваться на предмет, может быть, наличие еще подобного рода элементов. Собственно говоря, все силы и средства сейчас работают в штатном режиме по обследованию данной территории и по утилизации. Несмотря на то, что самих военных действий, как таковых, в 41-45-х годах в Красногорске не было, снаряды тех времен периодически находят. Так, в феврале этого года, как раз в День защитника Отечества, местные жители обнаружили боеприпас в лесу близ Изумрудных холмов. Попадал в сводки и городской парк. Периодически бывают, в том числе в прошлом году здесь также на территории парка был найден минометный тоже снаряд времен войны. Тоже был не разорвавшийся? Ну, там он уже был как бы разложившийся. То есть конструктивно выглядел уже без наличия тех элементов, которые могли бы стать причиной взрыва. Обнаруженный сегодня снаряд специалисты подразделения Министерства обороны вывезли на полигон, где он будет взорван. Подготовить домики для барбекю должны были к 1 мая. Однако процесс, видимо, затянется. Безопасность прежде всего. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ. Из-за вопросов безопасности в этом году был ликвидирован и наделавший много шума курорт на крыше одной из высоток в Красногорске. Находчивый житель захватил общедомовое имущество, поставил собаку на входе и развел сад-огород под открытым небом с бассейном, душем и другими радостями отпускной жизни. Впрочем, хозяина никто не видел. Демонтаж благ цивилизации в неположенном месте был произведен без него. Наша съемочная группа наслаждалась видом, которого больше нет. В том числе была демонтирована эта дверь. Собственно, скрыты замки на этих дверях. В данном месте по проекту была стена. Хозяин вырубил себе дверной проем, чтобы при закрытом входе из подъезда можно было попадать в свою мини-дачу. То есть личный выход на фазенду? Личный выход на фазенду, который имеет только он один. Соответственно, всем остальным доступ сюда был закрыт. Вот за этой стеной, собственно, квартира, да? Да, второй этаж квартиры. Посторонним вход воспрещен и чреват пробитой головой. Такой девиз увидят всяк сюда входящий. Впрочем, охраняет сады на крыше еще и бойцовский пес. Хозяин здешних зеленых мест чувствовал себя как дома. Диваны, кровать, теннисный стол, столы, лежаки. На вчерашний день было вывезено два огромных бункера вещей на хранение. Сегодня заполняется еще один. Это все будет некоторое время дожидаться хозяина. В надежде, что нам удастся как раз по этому поводу с ним и познакомиться. Сегодня сотрудники управляющих компаний выносят с крыши туи, березы и разбирают прочую растительность, чтобы вывезти на хранение. На крыше дома была настоящая фазенда. На грядках еще колосится цветная капуста, салат, дозревают огурцы, кабачки, помидоры и клубника. В тени зеленых насаждений, буквально не выходя из дома, местный житель нежился в жаркие дни и вроде бы никому не мешал. Однако, как выяснилось, не то чтобы жизнедеятельность, а вообще появление на крыше категорически под запретом. Как кровля, так и чердак должны быть постоянно закрыты и обеспечить безаварийную работу. Кровля дома, даже здесь видно, что местами кровля имеет повреждения от того, что здесь было стояло. Также местами скопление локальной воды на другой части дома, которой мы были вчера провели проверку, кровля дома местами порвана и имеют протечки. Поэтому это хорошо, что пока обошлось без жертв. Красиво жить, как выяснилось, запретишь. После разбора импровизированного курорта будет установлена ответственность за такой произвол. Причем для самого владельца штраф будет смешным – 2500 рублей. А вот ответственные организации должны будут раскошелиться. По данному факту, что было выявлено, выданы предписания, как управляющие организации, так и органы местного управления. Администрацию уведомляли. Администрация о этой ситуации знала два года, в том числе и руководитель администрации. Но пока бездействовало. То есть никаких мер принято не было, как со стороны администрации. Хотя управляющая организация, как сказано уже, пояснила, что неоднократно обращалась. Сумма штрафа, возможно, общей сложности, которая будет наложена как на управляющую организацию, так и на должностных лиц управляющей организации и администрации, будет в районе 300 тысяч рублей. Кто сообразил всю эту красоту, сотрудники управляющей компании и госжилинспекции пока выясняют. Пенят на собственника двухэтажной квартиры, выход на фазенду был только у него. Сам он, как выяснилось, рекордсмен по коммунальным долгам в Красногорске. Накопил их уже почти на миллион рублей. Одни говорят, что человек он неплохой, другие называют персонажем лихих девяностых с замашками под стать. Одни из наших сотрудников встречались с хозяином, который с их слов встречал их с оружием со своей стороны. Были всякие прецеденты и удалось попасть вчера коллективными силами. Часть мини-дачи еще даже не тронула рука надзорных органов. Там и садовая столовая, душевая, уют и комфорт. За добром своим хозяин крыши не приходил, как и за своей собакой. Ее, впрочем, никто не обижает, кормят, поят и даже играют с ней время от времени. Переселится животинка, похоже, в приют. Потому что где хозяин курорта, пес его знает, да только не говорит. Анастасия Евставхева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ. Итак, осталась последняя номинация нашего рейтинга – самый музыкальный сюжет. Выбор непростой, ведь события, фестивали и встреч в этой сфере в уходящем году было сотни и сотни. Лично для меня самой запоминающейся музыкальной съемкой оказалась та, что состоялась на усадьбе Джаз. Именно в Архангельском судьба свела меня с великим и прекрасным саксофонистом Масео Паркером. Впрочем, открытий на джазовом марафоне в этом году было немало, предлагаю вспомнить. От джаза до рока всего несколько шагов. На фестивале «Усадьба Джаз» в этом году четыре площадки, и на каждой свой мир музыки. Зона «Аристократ» – пристанище истинного интеллектуального джаза в лучших его проявлениях. Лидер Хаакон Корнстадт Тенор Баттл, чье имя венчает название норвежского коллектива, известный всему миру саксофонист. Соместив демократичный джаз и оперное пение в одном флаконе, он, кажется, сделал свой собственный стиль. На каждом концерте публика ждет, когда же статный норвежец оторвется от размышлений, которые он ведет в тандеме с саксофоном, и запоет фирменным тенором. Кризис нет ни жанра. Финансовый кризис сказался, увы, на «Усадьба Джаз». В этом году фестиваль однодневный. Впрочем, в 2016-м из двух десятков приглашенных артистов – шесть иностранцев. Для нас очень важно поддерживать именно такой международный статус. К сожалению, курс евро и доллара вырос настолько, что сделать еще такую же аналогичную программу с серьезными участниками во второй день фестиваля пока для нас не представляется возможным. Но я надеюсь, что кризис пройдет, и фестиваль будет процветать и дальше, и надеюсь, что в следующем году он будет двухдневным. За отечественную программу в этом году отвечали многочисленные артисты телепроекта «Голос». Хедлайнером же стал отец русского рока Борис Борисович и его аквариум. Совершенно не пришлось уговаривать. Он однажды уже выступал на нашем фестивале. Любил его сразу же безоговорочно, и не было проблем договориться. Вопрос был только согласовать сроки, чтобы действительно группа смогла приехать, потому что только сейчас они закончили дальневосточный тур и приехали практически из Дальнего Востока сразу на усадьбу джаз. Настоящие поклонники джаза и фанка оценили встречу на площадке «Портер» с величайшим саксофонистом Масео Паркером. Соратник Джеймса Брауна, автор соло в хите всех времен и народов «I Feel Good» Паркер признан достоянием в его родном штате. И одним из лучших духовиков эпохи расцвета фанка. Годы идут, а он все так же хорош. Его пулеметный отрывистый стаккад и неукротимый драйв – это и есть сам фанк. На сцене Юсуповская усадьба. Американец чувствовал себя как дома. Очень, очень красиво здесь. Этот фестиваль дает возможность человеку прийти сюда и забыть о своих проблемах. Музыка, музыка, музыка – это прекрасно. Здорово, что так происходит во всем мире, в том числе и в России. Программа, с которой приехал Паркер – это 2% джаза и 98% фанка. Сыгранный музыкальный сет назвать символическим язык не поворачивается. Два часа зажигательной динамики от короля саксофона и, конечно, соло каждого из инструменталистов сделали эту усадьбу джаз поистине запоминающимся. Анастасия Евставьева, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КАР-ТВ На этом наш рейтинг новостных сюжетов по версии 2016 завершен. Своим коллегам, корреспондентам и операторам, редакторам и выпускающим эфиры я говорю спасибо. И желаю, чтобы в наступающем году съемки были исключительно интересными, вкусными и, пожалуй, в тепле. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С наступающим вас Новым годом! С вами была Анастасия Евставьева. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok